Короче, чуваки, я снова просто в край обдолбался, я не знаю, что происходит, у меня, блин, короче, у меня какие-то пони тут бегают, я не понимаю, ладно. Так, я надеюсь, меня скоро отпустят, и поэтому я через 5 минут сейчас приду, мне нужно подоить своего единорога, который находится сейчас на кухне, вот, да, и надеюсь, меня отпустят, хорошо, ждите. Так, ну ладно, меня, короче, вроде отпустил ненадолго, но именно это ненадолго, потому что я здесь минут, чувствую, у меня 5-4, ну ладно. Итак, давайте, давайте введем в Стиме, да, я тут зашел в Стим и ввожу такой эссессин, да, и начал вводить ас, и тут сразу он высветился, вот, я ввел, да, и смотрю, да, зачем, 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 я, собственно, ввожу. Так, ладно, давайте вот посмотрим сначала, тут трейлер какой-то, да, я так понимаю. Так, извините, пожалуйста, у меня опять антибанерная система не сработала, ну, я думаю, мы не будем, наверное, смотреть трейлер, да, и вот смотрите, что у нас тут видно, виднеется цена, и очень такая приличная цена, но, и вообще, я, наверное, не с того начала, с чего надо было начать, ну, с того, что игра эта очень известная, да, круто, Америку прям открыл, ну ладно, это не важно. Так вот, игра эта вроде известная, и она очень многим понравилась, да, она очень многим понравилась, приглянулась, там, все дела, и разработчики, соответственно, решили, ну, а почему на этом не срубить бабла, да, почему, и, соответственно, продолжают делать и выпускать, ну, Ну, в общем, продолжают выпускать серию этих игр, вот, но получается так, что первая игра вышла где-то, по-моему, если я не ошибаюсь, точнее, дата 8 апреля 2008 год, и с тех пор прошло уже, эх, получается 7 лет, да, ну, вот, как бы, получается, да, я умею считать, вот, прошло, значит, 7 лет, и с тех пор вышло порядка, я вам сейчас скажу, около 9 частей, ну, без всяких там дополнений, я так понимаю, То есть это, ну, сам, сама первая часть, вторая, потом братья эти, кровавые братья, ну, в общем, Браза Худ, второму Revelation, ну, повторять, я думаю, вам, и только после этих четырех частей вышла третья, круто, да, вот, и дальше четвертая часть, это Black Flag, потом Unity, Rock, там, Rock, да, Rock, Единорог, вот, и, соответственно, вот сейчас вышла Синдикат, и, как бы, пока не анонсируют, я так понимаю, в общем, не особо, как бы, известно, будет ли шестая часть, ну, после этого Синдиката, да, Тут еще китайская версия вышла, но я говорю, это не совсем то, что нам нужно, да, и вот, как бы, что, по сути дела, изменилось за эти годы, я уже повторял, что они решили срубить бабла, да, знаете, и не только это, я как пример вам привожу, просто игра известная, тут недавно она вышла, да, ну, как недавно, в ноябре, сейчас уже декабрь, или что сейчас уже, я не помню, когда она там, но неважно, вот, главное, что уже как пару месяцев она вышла, да, и поэтому я решил немножечко кое-что вам об этом рассказать, хочу еще рассказывать, вы сами так все прекрасно знаете, ну, так просто я же говорю, ну, вы понимаете, да, вот, и, логика разработчиков всех игр такова, значит, ежегодно меняй компьютер, ежегодно, ну, по крайней мере, со временем такая появилась, видимо, ежегодно меняй компьютер, ежемесячно, ежемесячно, но у меня и драйвера, но это может быть, еженедельно покупай игры, ежедневно в них играй, да, если не ежедневно покупай, да, ну, допустим, да, вот, и что меняется со временем еще? Конечно же, вы скажете, это графика, да, конечно, графика меняется, и тут, я думаю, вы раскусили тему этого небольшого шизо-видео, да, вот, то есть, они как бы, происходят некоторые такие недочетики, мне кажется, конечно, вы мне скажете сейчас, ты что, ну, допустим, если я вам сейчас скажу такую вещь, что графика в играх, вот, возьмем, к примеру, игру Battlefield 3, да, допустим, раньше я никогда не увлекался играми, да, в смысле, раньше, ну, не знаю, лет 7 назад, может быть, не так запаривался, потом я вообще на них забил, и только вот уже пару лет примерно понимаю, что к чему, да, То есть, когда я видел, например, в магазине, может быть, там, Battlefield 3, да, а потом через пару лет я нашел в интернете, это прохождение, не через пару лет, может быть, пораньше, конечно же, через год, может быть, прохождение нашел, я решил посмотреть, что же это такое за игра-то, интересно, вот, ну, просто так, посмотрел, да, ну, вроде неплохая, нормально, наверное, да, обычная стрелялка, а дело в том, что она как бы вышла, и все, наверное, удивились, да, ой, какая графика хорошая и прочее, 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 да, и к чему я это говорю, что вот такие вот реальности, такие вот реальные изменения в графике, да, или, например, Battlefield 4, конечно, я не знаю, но там тоже неплохая достаточно графика, да, и вот такие вот резкие изменения в графике, они, ну, вот это я понимаю, вот это я понимаю изменения, да, может быть, там Crysis 3, когда выходил, может быть, то же самое говорили, да, вот это я реально понимаю, что это изменения в графике и, соответственно, в ваших системных требованиях. Тут я вижу, что нужно, нужно, необходимо купить какие-нибудь там видеокарты, там, процессоры, там, накупить себе, там, что еще, оперативная, там, всякая вот эта штучка нужная для вашего компьютера, это все реально заметно, но в последнее время, мне кажется, что как-то, да, я не какой-то там специалист, который этим всем занимается, но все-таки, знаете, глаза-то, наверное, не подводят, да, и видно, что что-то как-то не сильно-то меняется по сравнению с ценами на эти видеокарты и за частотой их выхода, скажем, да, это только одна видеокарта, да, там, 980-я на данный момент, TI, точнее, может быть, на данный момент, да, является такой крутой, да, вот, то есть она мощная, мощная и дорогая, 30-ка, по-моему, стоит, а, нет, или 60 даже, я не помню, в общем, большая цена, и к ней еще другую начинку нужную, ну, к самому системному блоку, то есть, получается, отбирать все, и вы мне скажете, типа, насчет графики, если я вам предложу такую мысль, что графика в играх не меняется, вы мне скажете, конечно же, у каждого свое мнение, получается, так, да, но в чем еще прикол, ну, вот, смотрите, заходим и в Steam, да, и, к примеру, вот Call of Duty тоже, которая вот недавно вышла, ее, мне кажется, больше обосрали, это, которая Black Ops 3, помните, да, я надеюсь, вы еще не забыли, и там, по-моему, вообще цена где-то 2500, по-моему, что-то такое, там, да, и я не знаю, может быть, я ошибаюсь, давайте введем Call of Duty, вот оно, Black Ops 3, давайте я его в Steam ввожу, да, и, короче, давайте мы, ну, это со скидкой еще плюс, посмотрим на, может быть, цену, ну, смотрите, я так понимаю, да, да, 2600 она стоит, 3, ну, это вроде бы Windows, да, то есть, тут нет таких, там, обычно на консоль там дорогие играют какие-то, да, но здесь немного не то, да, вот, соответственно, не только те самые системные требования растут, как про которые я вам говорил, типа, что сейчас графика не сильно меняется, да, ну, она меняется, может быть, там, Batman вышел, там, вообще, 980, ну, это я про ультра, про ультра, вам рассказываю графики, ну, скажите, ну, кто захочет играть на совсем минималках, да, ну, может, кто-то и захочет, но еще лагами, с лагами, вот это самое заднее, если вы играете на минималках без лагов, то это ладно, но мы немного отошли от темы, получается, что сейчас все растет с большой интенсивностью, да, вот, как-то цены так незаметно выросли, если раньше, там, может, можно было нормально, там, ну, это может быть игры такие просто топовые, они дорогие, может быть, в этом дело, но все равно я не думаю, что раньше ассасин стоил тоже так по 2 тысячи в Call of Duty, это, мне кажется, реально перебор какой-то, да, и то есть получается, что, когда я смотрю на эти цены, и, нет, я сначала говорю разработчикам, знаете, я такой звоню им, да, ну, говорю, что, смотря на их цены, я им говорю. Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахнул, блюдо. Да, ну, может быть, может быть, кто-нибудь скажет, ну, ты что, не можешь потратить 2 тысячи на то, чтобы купить игру? Я что, директор мыльного завода? У тебя что, таких денег нет? Да при чем тут это, вы знаете, одно дело, если вы 2 тысячи эти будете, ну, растяните на время какое-то, да, там, ну, что-нибудь другое купите, скажем, а другое дело, когда ты их сольешь на игру, да, еще неизвестно, пойдет ли она у тебя, ты скажешь, да, ты что, бомжара, что ли, купите новый каунт, да, и все такое, да, ну, ребят, честно, если ты не какой-нибудь ютубер, мне кажется, менять компьютеры ежегодно и покупать игры немного бредово, да, согласен, согласитесь, но, пожалуйста, не сильно критикуйте, это чисто мое мнение, да, вот, получается, еще есть небольшое сравнение, я что-то про шутер этот Call of Duty, про Ков, начал говорить, и поэтому меня понесло дальше, и получается, что у нас 9, получается, сколько, 9 частей Ассасина, ну, наверное, без всяких, ну, там, этот Крит, Браза Худ, Блэк и так далее, Юнити, там, Рок, вот, вышел, да, Синдикат, и получается, что 9 по счету Call of Duty, это Black Ops 2, ну, по сути, да, то есть, как бы, там, Modern Warfare, да, был это уже, и к чему я это говорю? В том же, к тому, что, конечно же, время идет, да, и Call of Duty, мы с чего начинали? По-моему, с Великой Отечественной, что ли, там, какая-то там была у них Петрушка-Лаврушка и прочие бахчевые, а, нет, бахчевые, это с плодами, которые, ну, ботва, короче, пускай будет, да, вот, и, да, к чему я, к чему? К тому, что идет, вот, смотрите, да, после Call of Duty, был Modern Warfare, правильно, получается, уже современная война, не будущая, а, по-моему, ну, там, примерно, приближенная к нам, да, потом-то начинается уже Black Ops, да, это у нас начинается уже будущее, ну, Ghost, там, правда, не совсем, может быть, далеко отошли, но все равно, там, Advanced, это, это, Warfare, тоже там он, этот, а, босс, ну, он, в принципе, неплохой, но все равно будущее, все начинается в будущем, вот, по Modern Warfare 3 я играл там, конечно, ты, Маш, какого хрена вообще мы перешли в Call of Duty, да, мы про Ассасин, ну, я вообще, в общем, говорю о играх, но Ассасин как пример. Нет, я не говорю, что Ассасин говно, нет, конечно, может быть, Unity показал, Unity, может быть, не всем, да, там понравился, он баганный какой-то, да, вы скажете опять, что ты все к этим багам прицепился, да, отстань ты о них, да там не только дело в багах, там есть кое-что другое, ну, сюжет, в принципе, неплохой, да, ну, ладно, допустим. Так вот, и мне кажется, Ассасин ждет та же фигня, что все будет, конечно, вы скажете, время идет, время идет, да, и будущее, будущее, наступает будущее, он синдикат, смотрите, уже, по-моему, 19 век, там, если я не ошибаюсь, там, Лондон, и что может произойти, может быть, какая-нибудь модернизация Ассасина, да, может быть, там какое-нибудь уже будущее настанет, не только настоящее Ассасиновское будущее, но и совсем далекое будущее, уже вперед куда-нибудь загонится, получается так. И в итоге-то что? В итоге, к чему я это все? К тому, что у нас все-таки, нам бошку-то дурит, дурит, ой, дурят нам бошку, да, нам дурят очень сильно, ну, потому что, во-первых, в интернете еще, ну, не в интернете, а вообще, да, в интернете публикуют эти всякие ложные системные требования, которые завышены, да, там, игры там не оптимизированы, поэтому, ребят, к чему я это? Я вообще не к чему, просто я еще кое-что хочу добавить, так что, если вы качнете с торрента, чтобы чисто проверить, будет ли у вас там лагатель, там еще ничего такого в этом нет плохого, да, то, что вы, ну, конечно, можно как на иглу подсесть на этот торрент, да, но, не знаю, по-моему, по-моему, в этом нет ничего такого плохого, учитывая нынешнюю ситуацию, да, которая у нас происходит. Вот, и, как бы, все получается. Субтитры сделал DimaTorzok